Всем привет! С вами Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Сегодня у нас 28 мая 2024 года. Я нахожусь в теплице. Теплица 5х12. Здесь моя грядка 10х1 метр. Здесь я провожу свои эксперименты. И последним экспериментом здесь было... Я высадила виноград. Укоренен он был из пасынков, из макушек. Ну, в общем, из травиночек. В 2022 году было укоренение. За лето я нарастила саженцы. И высадила совсем тонюсенькие, там какие-то наросли совсем травиночки. В осень, там, сентябрь месяц. Надо смотреть предыдущее видео. Я уже не помню, когда конкретно число. Я показывала, высаживала. Высадила просто под лопату, без всяких ям. Совсем без надежды, что это что-то здесь выживет. Укрыло совсем легко. Пинофол 1 см. Один слой фольгой вниз. Один слой фольгой вверх. И листья. Это было в 2022 году. То есть зиму он пережил. В 2023 году Юпитер мне дал сигналки. Здесь Юпитер и еще некоторые сорта. Которых пока рано говорить. И Юпитер сразу дал вот с этих травиночек мне сигналки. 2023 год. Также укрытие было пинофол. А, нет, пинофола здесь не было. Здесь было просто агроволокно. И на него были высыпаны листья. Сверху были дуги и пленка. И теплица у нас зимовала без крыши. Поэтому здесь еще был такой приличный слой снега. С снегом у нас повезло в 2023 году. С 2023 на 2024. И вот в этом году он прекрасно проснулся. Мы успели закрыть крышу. И, в общем, выдал кучу гроздей. Ставлю здесь укоренение. Потому что на Юпитер большой очень спрос по заявочкам. Заявочки я принимаю до 1 июня. Кому еще что поставить на укоренение. Пожалуйста, специально я не делаю. Делаю с небольшим совсем запасом. Который я с легкостью для себя высажу. Если никто не заберет. Поэтому я делаю ограниченное количество саженцев. По заявочкам. 1 июня я последнее укоренение поставлю. И все, больше не буду. Это вот все по заявкам. Юпитер грешит тем, что у него осыпаются завязи. Еще даже не распустившись. То есть нападает на них там какая-то серая гниль. Вчера вот я прибежала вечером с работы в 9 вечера. И вчера у нас была пыльная буря. Здесь ладуновь уходила. Ну теплица вообще стоит четко. И вечером я с фонариком привязывала. Вот нет у меня никакой шпалеры. То есть на веревочке. На веревочке привязывала. Общипывала все лишнее. Пасынки там где гроздей я убрала. Там где нет гроздей, прищипнула. Виноград выдал у меня где 2, а где даже 4 грозди. Ну вот я не знаю, надо будет наверное убирать. А может быть оставлю из-за своей жадности, как обычно. Тут я наверное уже оторвала. Тут было 4 грозди. Вот раз, два, три, где-то видела 4 даже. В общем 3, 4, 2. Вот видите, вот здесь уже вот оторвалось. И вчера я обработала в общем виноград препаратом с ВИЧ. Вообще я не сторонник препаратов разных. Ну вот видимо с Юпитером придется мне применять. Поэтому я развела по инструкции. И обработала вчера вечером. Вот я все общипала, привязала. И обработала. А вот 4. Уже скоро зацветет. Вот смотрите. Одна, вторая, третья, четвертая. Иногда даже были пятые, но такие совсем маленькие какие-то там замухрышки. Я их оторвала. Почему такие вот соцветия закладывает. Причем он закладывает сразу. Вот только вылупился побег, сразу гроздь. Тут я листья убрала, чтобы не затеняла. Немножечко проредила, кое-где еще листья оторвала понизу. Вот только, смотрите, вылупился. Это Юпитер так себя ведет. Тут вот смотрите. Нету дальше побега. Вот пошел какой-то маленький. А гроздь сразу вот. Оставила гроздь пышная. Ничего страшного. Где-то тут я видела прямо вообще с самого низа. Вот здесь вот ставила укоренение. Тоже вот сразу пошел побег. Сразу завязи. Ну не завязи, а соцветия. Кое-где арбузики воткнула еще промеж. Вот этот красавец вылез у меня из помойки. Вот здесь теплая грядка в прошлом году. И здесь у меня была школка. Школка. Сейчас у меня здесь тоже по той же схеме огурцы растут. То есть теплая грядка, органическая. Смотрите, как ее делать. На канале все есть. И вот пошел какой-то, я теперь не знаю какой. Потом будем... О, кто-то отгрыз лис. Листик кто-то погрыз. Какой-то сорт. В общем, из обрезков. Что обрезки я бросаю. Вот они еще остатки тут всякие валяются. Прямо сюда. А вот тот, сейчас я подойду. Я оставила его... Это Аркадия. Я оставила его зимовать сразу со школки. Потому что был такой вопрос. Можно ли воткнуть ее сразу на место. Вот смотрите, какой получился. Это Аркадия. Вот у меня был здесь воткнут. Вот так же в целлофан. Вот как здесь. Воткнут был черенок. За сезон вот он вырос. И вот здесь как бы дальше не пошли. Пошли ближе. Ближе к самому корню. Вот здесь ближе к корню пошел побежек. И вот здесь три побега. Так как они пошли такие жирнючие и мощные. Я оставила все. Вот у меня получается сразу четыре побега. И вот смотрите, они даже с ягодами будут. Вот. Естественно оставлю побеги толстенные. Естественно оставлю урожай. Потому что вижу, что уже поджировывает. Так что можно сразу воткнуть. Я уже об этом в предыдущем видео говорила. Об этом саженце. Так же у меня есть такой саженец, когда дубовский розовый другой теплицы тоже обломился по весне. Когда открывала, видимо, когда укрывала, отломала побежек. Там совсем тонюсенький. Я прямо рядом с кустиком его воткнула. Там было два. Один что-то дернула. Потом, видимо, надорвало корни. А второй пошел. В этом году вышел из зимы. И прямо там же у меня два побега дал еще череночек. То есть можно спокойно втыкать череночки с осени. Или там с весны. С осени я тоже делала. Втыкала череночки сверху. Землю нагребала. Потом весной разгребала. И череночек шел в рост. Здесь теплой грядки. Вот такой мощнейший куст получился. Сразу вот это было, получается, конец марта. Черенок. Воткну теплую грядку. Потом он все лето рос. Потом он здесь перезимовал. И вот сразу уже и урожай. Сорт Аркадия. Так что вот такие работы провела. Все вот подвязала. Здесь мне как бы не очень нравится. Каталония что-то как-то соцветиями совсем туго. Перезимовала вроде неплохо. Что-то какие-то совсем мельки-пуперные. Ну так оставлю. Просто ягоду попробовать. Если ягода вот вкусная, достойная, оставлю. Если нет, то нахер он мне нужен. По сравнению с Юпитером, да, сколько там соцветий и всего выбрасывает. Сколько вот здесь на Каталонии. Это вообще слезы. Тюльпан вообще тут ничего не вижу. Где-то видела. А, вот такое, вот такое смешное что-то. Посмотрю. Это вот смешное. Если что-то тут будет, ягода, то да. Если нет, то вообще просто вырублю его. Пусть лучше Юпитер тут растет. Тут вот еще одна Каталония. Ну даже вот рано разговаривать об этих сортах. Чудо чудное. Ну в моих условиях. Здесь дикси тоже где-то одна. Здесь условия ему неподходящие. Здесь очень холодно в этом месте. Тень. Будет, не будет, что-нибудь завяжется, не завяжется. Ну тонкие, тонкие побеги. Четыре вот пока оставила. Потом может быть выломаю. Между вот огурцы. Здесь у меня физалис, подарок от девочек. Укроп с самосевом. Эустома высажена была. Показывала видео. Ну вот такая грядочка получается. Ну Юпитер радует пока. Не знаю, если не отвалятся эти ягоды, то будет все хорошо, я думаю. Вот посмотрю, насколько действенна обработка. Пока не цветет, вот дождь совсем не в тему, конечно. Вот Юпитеру дождь во время цветения совсем не нужен. Абсолютно. У меня растет в другом месте, там где вода. Там совсем ничего не завязывается. Все обсыпается. Вот такой красавчик. О, пропустила пасынок. Пропустила. Вот видите, убираю. Он вот-вот уже, вот-вот должен зацвести. Все, всем пока.